Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Как всегда, стараюсь подобрать интересные статейки, чтобы ваш пчеловодный возраст возрастал. Очередную статью нашел подходящую. 1960 года. Пчеловодный журнал номер 7. Называется статья «Как прилетают и заходят раи в ловушку». Наблюдая за ловушкой для блуждающих раев, я заметил ее литкодраку. Очевидно, те пчелы, которые первыми обнаружили эту ловушку, чувствуя себя хозяевами, не пропускали в нее пчел другой семьи. Поздно вечером я влез на дерево и постучал по стенке ловушки. И убедился в том, что несколько пчел осталось в ней на ночь. На третий день моих наблюдений к середине дня количество пчел разведчиц стало возрастать. Пчелы летали, растянувшись длинной полосой. Все больше и больше накапливались на передние стенки ловушки. Пчелы с характерным гулом стали быстро заходить в нее. Последними поодиночке собирались струтни. Имеется в виду, что прилетел рой. Это наблюдение позволяет предполагать, что в дупло или искусственное жилище пчелы пчелы прилетают не всей массой, а постепенно частями, летя друг за другом по ароматизированному пути, проложенному пчелами-разведчицами. Вот такая небольшая статья, друзья, весьма интересная. Кто занимается ловлей ройов, как говорится, может, как говорится, иметь представление. Если пчелки летают, то, значит, разведчицы. А если, видите, целый хвост тянется, то это уже приготовьтесь снимать эту дупляночку или рой, или ройловку, или что у вас там есть. Еще одна небольшая статейка. Однажды я... называется осмотр пчел в ночное время. Часто у пчеловодов не бывает времени, они работают, заняты. И вот эта статейка говорит осмотр пчел в ночное время. Однажды я попробовал осмотреть пчел ночью. Для этого сделал ящик, куда поместил два 6-ти вольтовых аккумулятора. К ящику прикрепил деревянный штатив с рефлектором. В рефлектор поместил три 12-ти вольтовых лампочки. Штатив свободно выдвигается и вдвигается. Вместе с ним опускается или поднимается рефлектор. Свет направляю на улей и осматриваю гнезда пчел, как днем. С помощью света хорошо отбирать мед или осматривать гнезда в беззяточные периоды. При осмотрах гнез ночью дневная работа пчел не нарушается. Вот такая коротенькая статья. Может кто-то заинтересуется, попробует. И она даст кому-то полезный результат на основании этого опыта. Еще одна небольшая статейка. Ну, весьма интересная. Это медоносное растение крушинник ломки. Кандидат биологических наук Ермакова. Описывает это 1960 год. Называется крушинник ломки холодостойкий медонос июня. Весьма интересно. Я немножко прочитаю здесь. Крушинник ломки. Крупный, дикорастущий лесной кустарник из семейства крушиновых. Кора и плоды этого растения издавна используются как лекарственное сырье. В северной и средней полосе Европейской части СССР. В частности, у нас в Кунгурском предурале Пермская область. Крушинник ломки произрастает по лесным опушкам и полянам. Встречается в прибрежных зарослях ольхи. А также входит в состав кустарниковой растительности скал и каменистых склонов. Обратите внимание, где он может расти. На скалах, на каменистых склонах. То есть непригодная земля. О значении этого растения как медоноса глухов писал следующее. В 1955 году написал М.М. Глухов. Замечено, что на пасеках, расположенных вблизи крушиновых зарослей, пчелиные семьи быстро усиливаются и в течение лета хорошо работают. Крушинник ломки цветет июнь, когда в природе мало сильных медоносов. Это весьма важно. Июнь всегда такой период, когда взятки упадают. Поэтому, кто заинтересован, то желательно посадить на своей участке, прапорте вот такой медонос. В отдельные годы он затветает в первых числах июня и активно посещается пчелами в течение двух-трех последующих недель его цветения. Ну, две-три недели это неплохо. Немало медоносных пчел мы наблюдали на крушиннике даже в холодную погоду. Это тоже важный, так сказать, фактор. Очень важный фактор. И это позволяет выделить его в число холодостойких медоносов по сравнению с травянистыми растениями, цветущими с ним в это время. В июне 1953 года цвел крушинник в холодную погоду. Средняя дневная температура воздуха за период его цветения составляла 17 градусов Цельсия. Да, это было прохладненько. В отдельные дни июня, тут перечисляются 11, 12, 13, 16 и 17 числа, средняя дневная температура воздуха колебалась от 14 до 16 градусов. Как видите, что температура воздуха неблагоприятствовала выделению нектара. Но в утренние и вечерние часы температура иногда даже понижалась до 11-13 градусов тепла. Весной, как всегда, не балуют пчеловодов. Никакая весна, всегда есть понижение. Однако медоносных пчел на цветках крушинника в 1953 году было очень много. Больше, чем в июне последующего 1954 года, когда цветение крушинника протекало в жаркую погоду. Хотя и в жаркую погоду они брали, но в холодную даже больше. Максимальная температура в отдельные дни жаркой погоды достигала 25-30 градусов. Цветки крушинника невзрачны, имеют по 5 ноготковых чашелистиков, окрашенных снаружи в зеленый цвет. И далее написано так. Когда пыльники отпылят, столбик пестика значительно удлиняется, а широкая головчатая рыльца поднимается с одной чашевидной цветоложи и располагается на уровне отпылившихся пыльников. Поверхность рыльца становится шерховатой. В этот момент цветок выделяет наибольшее количество нектара. Причем чашевидное цветоложи заполняется им почти до краев, то есть до вырезов между гладковидными чашелистиками цветка. Нектар крушинника желтоватого цвета. Цветоносность крушинника очень высокая, что является ценным качеством этого растения как медоноса. По нашим подсчетам, на одной крупной ветве крушинника образуется за сезон цветение до тысячи цветков. При наличии на одном растении 50 ветвей цветоносность куста составляет 50 тысяч цветков. Цветоносность более крупных кустов крушинника еще выше. Цветки крушинника начинают посещаться медоносными пчелами с 8-9 часов утра. В холодную погоду больше пчел бывает на крушиннике в вечерние часы, то есть с утра до вечера, когда на цветках травянистых растений они совсем отсутствуют. Это заставило нас заинтересоваться нектароносностью цветков крушинника в холодную погоду. Данные о нектароносности цветков крушинника, ломкой концентрации сахара в нектаре и его цветков, по-видимому, еще отсутствуют в литературе. Но они провели тут опыт, и опыт показал, что сахаристость до 40%. Это нормальная сахаристость, приблизительно сравнивается с фацелией и другими хорошими медоносами. Итак, друзья, вот такая вам информация. Если вам понравилось, то, как тут я прочитал, это на Урале находится, в Пермском области, можно и тем россиянам, которые живут заинтересоваться, Кунгурское предуралье называется. Можете обратиться в те местности и поспрашивать человодов или взять, выкопать или посадить на своей прапорте вот такой хороший медонос, который в июне создаст вам благоприятные условия. До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok